Всем доброго времени суток. До Нового года остается ровно три дня. Я приехала в торговый центр, чтобы пойти в Ашан, докупить кое-что недостающее к новогоднему столу. Основное я все уже закупила около дома. Мне осталось купить совсем чуть-чуть. Пойдемте прогуляемся, посмотрим, какая там сейчас атмосфера в последние дни уходящего года. Вот уже продаются елки, пихты, елочный базар, живые деревья. Ну, не знаю, люди покупают. Я видела нескольких уже, которые несут домой живые елки. Как-то я против этого. У меня красивая искусственная. Я ее уже давно нарядила. Мне, собственно, уже ничего не надо из елочных украшений. Ну, вот так украшен торговый центр изнутри. Все очень ярко, празднично, нарядно. Здесь устроена вот такая фото зона. Она, собственно, была и в прошлом году, и в позапрошлом. Заходим в Самошан. Вот мне бросилась в глаза вот эта полка. Я сначала подумала, что это готовые подарки. Думаю, как недорого, 251 рубль, такая коробка с подарками. Но нет, оказалось, что это только коробка. Она пустая, и туда можно положить уже подарки. В общем, такие коробочки. Продается с дракончиками. Мне надо докупить набор зелени. Рукулы или какой-то салатный микс. Сейчас я его тут посмотрю. Ну, также вот такую зелень. Рукулы стоят 150 рублей. Лоточек. Но я ее возьму, потому что, на любом случае, это нужно к столу для салатов. Еще хочу здесь выбрать какой-нибудь торт. Здесь всегда большой выбор тортов. От палыча. Да, очень вкусные. Какой вкусный. Вот этот? Они вкусные от палыча всех. А, от палыча. А, тут только от палыча. Для всей семьи и без подарка. Вот подарок. Да, мне надо... Ни на одного человека. А у меня сладенький. И то, чтобы не поправиться. Огромный. Нет, 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 нет. Оставите, нет, нет, нет. Да, сейчас попробую. Маленький. Вот есть маленький. Ладно, вкусный. Спасибо. Женщина общительная попалась. Она большая поклонница, очевидно, тортов от палыча. Но мне это не принципиально. Вот я вижу киевский торт. Большой киевский торт. 700 рублей. Большая коробка. Он, кстати, тоже очень вкусный. Большой не нужен. Я возьму что-нибудь поменьше. Вот есть, кстати, торт Наполеон. Его-то я, наверное, возьму. Тем более, у него достаточно большой срок хранения. Я жду 12 января. Я посмотрела. Есть Термесу, кстати. Термесу. Есть торт с шоколадом с апельсином. Так, это что? Ленинградский. Первая цена. Она 25. Это не самая большая ошанка. Конечно, из всех, которые есть. Наверное, самый маленький. Но мне он территориально ближе и удобнее. Поэтому я приехала сюда. Здесь все равно большой выбор. Но далеко не самый большой. Так, это отдел с пироженными. Корзиночки. Вот 8 штук. Маленькие корзиночки с кремом. 422 рубля. Но они совсем маленькие такие. Прямо кружечные. Также есть эклеры всевозможные. Цены я не знаю, если видно вам. Смотрите, какие цены. Вот, например, пирожное картошка. 420 рублей. Не дешево. 420 рублей. 5 пирожных картошек там. Ну, это пирожные от Палыч. Они всегда дороже. У нас тоже есть магазин у Палыча. Да, это такая дорогая продукция. Также есть тут и другие марки. Смотрим. Вот еще корзиночки с кремом. 4 штучки. 171 рубль. Я возьму вот эти эклиры. Там 5 штучек. С заварным кремом. Вот набор мини-пирожных. Всевозможных ассорций. 514 рублей. Карпупель он достаточно свежий. И хороший срок хранения. Я его возьму. Его люблю. Тем более, он такой небольшая коробочка. Так, еще мне нужно взять чиабатту. Здесь всегда большой выбор. Либо булочных изделий. Но я люблю чиабатту больше. В этом отделе всевозможные йогуртовые торты. Также их тут можно брать на вес. Цена указана за 100 грамм. Они могут отрезать кусочками от любого торта выбранного. Да, здесь такой хороший отдел. Видите, вот еще разные пирожные. Можно брать поштучно. Но главное, зачем я приехала в этот Ашан в эти предновогодние дни, это салатные креветки очищенные, которые я всегда беру для салата оливье. Потому что я салат оливье готовлю именно с креветками. Вернее, делаю общую базу стандартную. Ну, все знают, из чего она. Это я все уже закупила. Потом делю ее на две части. Половину делаю с семкой слабосоленой, половину с креветками. И у меня получается два салата оливье с креветками и семкой. Ну, вот я очень люблю. Вот здесь всегда они очень вкусные. Правда, я не вижу виши. Есть вот такие. Ну, в общем, я смотрю, что креветки хорошие, достаточно крупные. Аквариум с живой рыбой. Это карпы. Карпы стоят 339 рублей за килограмм. Они из Ростовской области. А вот, посмотрите, цены на черную икру. Это цена за баночку 90-100 грамм. Вот, например, такая баночка ситровой икры. Стоит 6800. Вот, видите, синенькая баночка. 5000 рублей за 100 грамм. Килограмм 50 тысяч рублей. А вот эта 65 грамм 3370. Ну, тут 65 грамм всего черной икры. Вот красная икра. Вот эти ламмы сырами. Здесь большой выбор сыров. Я возьму мягкий для натирания. Для запекания буду запекать картофельное пюре. Сверху слой фарша с луком. Сверху слой грибов. И все это посыплю тертым сыром. Я такую запеканку делаю. Я очень люблю пюре сливочное с маслом и сливками. И сверху фарш, обжаренный с луком. Потом шампиньоны слой. И посыпаю сыром тертым. Вкусная получается запеканка. Вот есть такой сыр. Эдам. Еще мне нужно оливковое масло. Докупить для заправки еще одного салата. Вот, посмотрите, цены. Здесь, кстати, большой выбор. Масло кунжутное, льняное. Какое хотите. Но, собственно, ценный. Вот, видите, вы сами. Даже есть кокосовое масло. Тайское. 600 рублей стоит. Вот такая большая банка. Но кокосовое масло. Как-то я больше для косметологии беру. А не для готовки. Так, ну, в общем, сейчас я возьму все-таки кунжутное масло. Я такое уже брала. Оно очень ароматное. Вот этой марки. Вот это я возьму масло для салата. Далее я прохожу мимо отдела с яйцами. Яйца мне не нужны. Я их уже закупила. Но просто обратила внимание, что народ яйца разбирает активно. Представляете? Большинство коробок из-под яиц просто пустые. Полки пустые из-под яиц. Вот те, которые остались. Яйца. Давайте посмотрим. Вот, например, яйца русого. 288 рублей за 15 штук. Я не видела раньше коробки по 15 штук. Обычно были по 10 или по 20. А теперь появились по 15 штук. Представляете, в Европе тоже яйца продаются. В коробках по 15 штук. Вот я помню. Значит, здесь 10 штук. 236 рублей сметанкино. Так, тут уже все разобрали. Вот Praxis. 20 штук. 286 штук. Ну, короче, примерно вы видите цены. Можете поставить на паузу. Катерть, новогоднюю купить, а не закончен. Они ставляются одноразовыми. Вот такая ступенька. Просто... Первая золотая птица. Охлажденная. По цене 375 рублей за килограмм. Кроме этого, в отзыве местная лавка вам предлагается. Рисунки говяжьи. Охлажденная. По цене 699 рублей за килограмм. Желаем приятных покупок. Я, кстати, свечи уже заказала на Азоне. Большую упаковку. 50 штук чайных свечей. Оказывается, на Азоне сейчас выгоднее всего покупать свечи. По отзывам они хорошие. Почти как в Икеа были. А здесь я возьму пару штук красных столбиков для своих ритуалов. Шучу. Водка царская в красивой золотой бутыре с портретом Петра I. Стоит она 900 рублей. Такая красивая бутылка. Вот простая бутылка. 700 с чем-то. Ряды с новогодними игрушками заметно поредили. Но ничего удивительного. До нового года осталось 3 дня. Но все равно еще что-то можно найти. Кстати, вот что-что. Елочные игрушки не подорожали. Я не заметила. Стоит относительно недорого. Вот такие красивые шары. Вон по 100 рублей. Смотрите, какие красивые яблоки. Просто просто день искусства. Я елку нарядила уже давно. И мне не нужно докупать. У меня их с излишком этих игрушек. Но так вот может кому пригодится. Есть вот такие по 50 рублей. Золотые. Очень красивые. Можно найти недорогие красивые елочные игрушки. Музыка. Музыка. А вот посмотрите, какой роскошный шар. Вот с такой аппликацией брошью в виде камелии. Или что это. Весь в стразах. Всего за 100 рублей. Шары, конечно, здесь красивые. Ничего не могу сказать. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот денежные магниты, так называемые, с дракончиками на 2024 год всего за 30 рублей. Здесь возможны купюры номиналом 1000 рублей, 2000 рублей, 5000 рублей с пожеланиями достатка и какими-то забавными другими пожеланиями. Ну такие можно взять на подарок, вот доложить к подарку всего по 30 рублей, симпатичные есть. На этом, например, написано, пусть все сбудется. Их-то я и возьму. Еще есть вот такие сувениры-шарики с искусственным снегом внутри. Всего по 100 рублей, что ли, они стоят маленькие. Тоже как вариант. В общем-то, купила я все необходимое. Сейчас оплачу через терминал и выхожу из торгового центра. А здесь я стала свидетелем одного очень такого интересного, на мой взгляд, зрелища, которое меня, скажем так, заставило остановиться и наблюдать эту картину. Вот это продолжалось минут 20. Молодые девочки, я не знаю, сколько им лет, на вид 12-13 носились, смеялись и были одеты в летнее платье. Я не поняла сразу вообще, что происходит. Потом подошла поближе, вижу, они фотографируются. Это у них такая веселая фотосессия на фоне светящих снежинок. Ну, учитывая то, что на улице мороз, как-никак, минус 3 градуса, по ощущениям минус 10, действительно очень холодно, сыро, ветрено, и вот они в такой легкой одежде. Конечно, я, наверное, не имею морального права им делать замечания, но просто, на мой взгляд, конечно, это очень, скажем так, неумно с их стороны. Придумают они своему здоровью еще пока, видите, инстинкт самосохранения снижим, молодежи. Стоит ли того фотосессия, чтобы так рисковать здоровьем? Так и хотелось подойти и сказать этим девочкам, берегите здоровье с молодым. Вам еще детей рожать. Ну, кто я такая, чтобы к ним подходить? Да, они бы, наверное, меня бы не услышали, судя по тому, как они были настроены очень весело и даже, наверное, не агрессивно, но как-то вот, по-моему, не очень в адекватном состоянии не находились. Ой, не знаю, вряд ли бы они бы меня услышали. Ну, конечно, здоровье это самое главное, что у нас есть. И желаю всем здоровья. Берегите себя и своих близких. Еще раз с наступающим Новым Годом. Вот у Риохи на улице такой мороз, они раздетые фоткаются. Ой, ради чего? Еще одна раздевается. Блин, вот дают девки. На улице минус два, по ощущениям, как минус десять, снег повсюду. Видите, голые фоткаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.